Сегодня такой штильный Сыкули. Водичка спокойная. Ух, какое зеркало воды. Слегка рябь. И дочка учит своих детей на сапах. Ну, конечно, у них там баллоны, жилеты на них надеты. Они первый раз пошли далеко в воду. Так они у берега-то уже на сапах занимались. А сегодня, потому что штиль, решили выйти подальше. Красота. Воздух. Воздух вообще не высказать, как дышится. Такой легкий-легкий теплый ветерок. Так кожу слегка ласкает, так освежает. Дышится замечательно. Конечно, воздух здесь великолепный. Вот гор не видно, потому что там слегка облачность. Сливаются горы с облаками. Вчера у нас ливень был. Мы там не закрыли верхнюю часть юрты. Купол. В общем, сегодня сушим все эти ковры, матрасики, ташоки. Хорошо, что постельное белье всегда убирается. Красота. Лень такая. Прям лень разливается по телу. Ничего не хочется делать. Такая приятная лень. Звук волны. Успокаивает. Легкая. Даже не волны, а легкий плеск воды. Песочек. Не налюбуюсь. Сказалось бы, насколько человеку надо для того, чтобы нарадоваться, налюбоваться. Ничего подобного. Видео снимаю не то же каждый день, а несколько раз на день. Вроде бы одни и те же кадры. Все время хочется снимать это, поделиться своими впечатлениями. Замечательно. Послушайте тишину. Замечательно. Послушайте тишину. Замечательно. Что-то я волнуюсь. Вот внук уже рядом и далеко от берега. А внучка с моей дочкой очень далеко , очень далеко ушли. девчонка еще маленькая сама на сапе еще сноровки нет как разворачивается правильно какую сторону грести мне кажется что еще она недостаточно опыта имеет чтоб так далеко уходить ужас переживаю сижу он кто уже вот она отдыхает сидит недалеко берега это очень прилично то есть они бы уже получается переплыли вывод на ту сторону по расстоянию дальше чем противоположный берег противоположный берег два с половиной километра они значительно дальше километра на 4 ушли девчонка маленькая там давать с килограмм весом и так но они все дальше дальше и дальше у меня не уже в точку слились и внук опять к ним плывет наверное на разведку или приглашает их вернуться чтобы пригласить их вернуться ух ты тоже мне волнение стойко но я думаю километра шесть они отплыли так судя по расстоянию противоположному берегу еще надо вернуться о боже мой что-то мне прямо очень волнительно так им к мысу кайсара вот к этому мысу вернуться ближе чем вернуться на хипохай может быть они сейчас направление кайсара возьмем по моему что-то максим кричит по моему дочка вот кричит максим а дочка по моему выруливает помогает сап направить правильным направлению у дочь у внучки он максим кричит только не снова плывет а господи скажут бабушка контель снимает а там что-то случилось ну вот я сменила локацию перешла на полник отсюда мне лучше видно внучка в красной футболке поэтому я вижу красную футболку и выразительно они уже поближе возвращаются это через заросли облепихи прошла отсюда видно лучше как дочка станет он ночка стоит полный рост на сайт и сумма течу вытворяет вот она стоит полный рост и там весу там не 20 килограмм по них не 26 может быть узенька 11-летняя девчонка вот мать ее то есть моя дочь точно такая вы было бесстрашен я не знаю во сколько лет она переплывала пионерская комсомольская озера во фрунзе тогда фрунзе назывался ну не знаю наверно лет восемь уже переплывала ну может быть девять правда рядом ее отец плыл для по страховке но тем не менее вот она стоит в полный рост балдей вот через эти заросли я пробиралась чтобы пройти не обойти и паха и облепиха переводится повторять приходится каждый раз опять и не на большом расстоянии друг от друга и максим уже там рядом с ними внук то есть он уже почти вернулся сюда к берегу видимо тоже за них переживает что отправился им на помощь туда максимум 15 лет так а штиль это уже нет уже не штиль уже вот волна может быть их на волне обратно в помощь волна и будет легче добраться будет своих вещей вот пустынный пляж у нас вчера был сильный и сегодня кроме отдыхающих на нашем пляже никого больше нет то есть вот эта территория нашего пляж это вот поступающие урючины а дальше уже пляж и села липинга то есть уже общая зона ну у нас видите доступ пляж конечно отличается тем что в каждое утро рабочие выходят чистят ветер наносит вот эти сухие палочки облепихи у нас конечно пляж чистенький как только доходишь до границы сразу видно видно на разница поскольку у нас здесь все прибрано хотя бы вы не видите сегодня не прибирали потому что мы прям тоже дочь дочь вот такие сухие веточки это единственный мусор который может встретиться больше никакого мусора нет ну вот они поближе ура 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 их волной относят немножко сторону сейчас не почти перпендикулярно к локации их вещей видимо я у них ориентир куда плыть плыть в середине середине внучка и по краям дочкой и внук а сейчас я только два сапа везла где прийти не вижу наверное слились один за другим идет на дочка сзади подстраховывает ну отчаянные ребята конечно так по заставили меня понервничать но все-таки наверное я выставлю на и на youtube это видео переживание искренне это все не наиграно ну вот и под финал вот такую водичку опять веротворение я уже успокоилась вижу что ребятки плывут в нужном направлении ну вот они компактненько на трех сапах возвращаются сейчас волна и не помогает конечно так легко наискосок волна по касательно но тем не менее не против волны идут но тем не менее еще далековато все равно я приблизила вон ну так довольна уверенна внучка то веслом машет молодец откуда только силы берутся просто поражаюсь там весло-то в ней мышонок покажи когда на берег везет какая у нас мишка красивая группа полосатых паек оказывается круг был с собой зря я переживала вот моя птичка маленькая ummy махипет не туда только weights